Здравствуйте, рад познакомиться, тоже рада, рада, за приглашение. Мы снимаем сразу, в третий раз Великое Пробуждение. Привет, богиня, надо на колени упасть, перед богиней. Потому что боги соединяются с богами, сердца вспоминают, что они божественно прекрасны и соединяются в этом великом потоке любви и счастья. Ура, ура, Великое Пробуждение пришло. Привет, Ярк. Дай Шри Радхе. Радость. Кому чай, кому кофе. И с почтением, с великим почтением к нашим учителям, которые сейчас передают нам истинные знания, источники знаний, источники силы. Через тонкий план мы получаем очень важные сведения. И у нас сейчас в гостях, по милости, ученик и даже уже учитель, Браман. Он сейчас представится и расскажет историю, которую вы еще не знали, про Рерихов. Это очень интересно будет и познавательно. Александр Иванович, да, помнит, да? Меня зовут Пракаш Шарма. Я кинопродюсер из Болливуда, из России и Голливуда. И несколько карт меня занимал как продюсер. И в киноиндустрии имел хороший статус, уважение. И люди знают, ну, как малолетняя работа. Потом вот эта работа, чем я занимаюсь, это финансирование проектов для государства, для приводной компании. А третья работа, это как общественная работа. Тоже работал раньше внутри системы объединения наследия, неприбыльная организация. И вот, думаю, сейчас как-то пришло время, вот, картину создавать про Николая Рериха, именно художественный фильм. Если будет стороной России поддержка, тогда обязательно этим будем заниматься. Потому что в мире игровой фильм имеет очень большое значение, чем документальный кино, чем телевидевый сериал и так далее. Это как, ну, сразу на масштабный уровень. Поэтому у нас сегодня есть хорошие актеры. И история Рериха, она должна быть для нашего нового поколения. История-то всегда интересная. И там много информации, космической информации, духовной информации. И в то время, чем занимался Рериха, это до сих пор акционально. Поэтому, коллеги, если есть у вас дополнительная информация, буду рад. У нас все есть, мы как раз вас ждали, мы ждали этого момента, потому что очень важно, да, вот эта точка сборки, когда все собираются и начинают друг друга слышать и видеть, самое главное. И не мешать друг другу. А помогать соединяться и в творческом потоке творить и слышать, что нам по-настоящему передают. И я вот чувствую, что вы это на тонком плане все это слышите. Да, конечно. И это было как желание, вот какой-то такой фильм между Индией и Россией. Потому что Рерих соединяет Индия и Россия. И тем более, его сын, он как-то был женатый, нашей актрисой. Про Святославу, да. Да, да. Он был женатый, как-то, как, ну, суперстар в тот временно. Первый суперстар в Индии. Да, да, да. Ее зовут, ее зовут Девика Рани. Да, да. И у нас есть музей есть тоже, Рериха в нескольких местах. Это Кулу и еще Бангалория есть там. И картина очень популярная. И многие люди знают историю про Рериха. Бывает программа, бывает делегация. Это сегодня Старков, туристический центр тоже. Очень много российских... Это в Кулу? Да, это в Кулу, да. Ну, там есть библиотека, там, где он жил. Ну, я знаю, была проблема с закрытием. А можно сказать, что это культурный код, который соединяет две страны? И культурный, и исторический, и могу сказать, что киноиндустрия тоже соединен с этим проектом. И с Николой Рерихом он был как масштабный персонаж в тот временно. И тем более, он путешествовал в многих странах. И его знают в тот времен, как сказать, как был у нас Соми Ви Ви Канан. Вот такой же масштаб у него был. Значит, можно так сравниваться. Не было в тот времен, очень много таких известных людей, которые, ну, не политики. Как, ну, культурный, либо общественный деятель. И Рерих, это в тот времен, можно сказать, номер один, либо номер второй. Его знали все. А вот такой вопрос хотел уточнить. Это видится как игровой или документальный? Я думаю, что лучше делать игровой. Потому что игровой для того, чтобы там есть рынок. И эта история будет в быстрый раз распространяться. Есть другой вариант для телесериала, который сейчас есть популярный. Для того, чтобы длительная история, сколько мы хотим, только показать. Телесериал, как бывает. Вот мы хотим делать там 8 и 500, можно делать 8. Хотим 100 и 500, тоже можно делать 100. Материал есть. И его можно как, ну, притягивать так, чтобы он нескольких лет. А в документальный, прям по тем местам, как вот Рерих ехал, да? Это серия, вот телесериал. Ну, это мы и решим, как надо. Есть, на самом деле, уже приезжала группа 5 месяцев назад на площадку Кит. Это приезжали шаманы из глубинки. Они готовы даже нас встретить. Очень красиво. Нашу делегацию. Они летом встречали. Вот одного нашего представителя, Тимофея, он ездил уже в августе. И мы можем прям по местам силы. Они предлагали нас провести по настоящим источникам. Вот. То есть они очень тоже хитрые. Они знают, кого водить, кого не водить, куда водить. Вот нас они посмотрели, сказали, что мы вас поведем по настоящему. Я уже там был, вот, Алтай, Новосибирске. Посещал энергетические центры, где была экспедиция, где они там останавливали. Немножко знакомо. Это было около 10 лет тому назад. И даже ехал до Ускокский район. Ну, последний город. Да, да, Ускокский. Да. Ну, там очень хорошее пространство. Мы знаем. Там есть, ну, гора Белюха. Тоже посмотрели потом. Гора Белый Тарак. Манджирок. Манджирок тоже там был. Вот. Мы детально в курсе. Гостиница Грефово, да, там? Добрый. Гостиница. Нам. У нас уже все готово. Мы все за нас сделали. Да, нас уже ждут. Поэтому такое ощущение, что уже дорогу разослали. Важно было просто увидеть друг друга и соединиться. Хорошо. Можно было бы, наверное, так посмотреть. Потому что мы тоже думаем над этим вопросом. Но несколько в ином ключе. Не фильм, потому что, ну, во-первых, такая мысль пока не приходила. По очень простой причине. Потому что есть некая сакральность в вопросе, да. И эта сакральность, она, во-вторых, в нашем этносе, она не воспринимается однозначно. Поэтому есть разночтение. Да. И вопрос, трогать ли ее, по факту, это самое главное. Потому что, если мы будем говорить, собственно, вот знамя мира висит, которое фактически в ролике, вот так вот, знамя новой эпохи, да, или знамя Будды Майтреи, да, Будды будущего, да, или будущего спасителя, да. Поэтому вопрос, нужно ли как бы это, можно ли это превратить в игровой эпохи? Да. Вопрос такой очень сакральный, да. Поэтому мы, например, этим же вопросом занимались, но только несколько с другой стороны. Это повторить. Сейчас экспедиция повторить. Да. Но, с учетом того, что тогда, перед экспедицией, ставились определенные сакральные задачи, о которых мы в курсе, да, и которые отчасти были выполнены, отчасти не смогли быть выполнены. Потому что стала другая проблема, при которой там тибетский верх не признал данного факта, это повлекло за собой очень сложный событийный ряд. Например, вот от этого эпизода получилось так, что в результате то, что должно было сложиться, не сложилось, а это стало причиной Второй мировой войны целиком. Да. Потому что то, что должно было сложиться, оно должно было сложить в верхних планах некий альянс. Потому что по факту внутреннего статуса Рериха должны были признать вторым воплощением Будды, вместе с аналогом Далай-ламой или тем самым Таши-ламой как таковой. Но тибетский на это не согласился как таковой. Но так там было влияние Англии, мы понимаем где чего. Поэтому раз этого не произошло, не произошло объединение западных буддистов. Не произошло объединение западных буддистов, не смогли быть предоставлены фолианты, которые описывают буддийскую космологию. А без нее дальше, в рамках нашей составляющей или русской языки, дальше нет метафизики той глубины, которая есть там. Да. И во время экспедиции я прочитал, что там были тарельки. Но невидимые тарельки тоже следовали экспедицию из космоса. Ну, я понимаю, да, можно открой ящик, пожалуйста. Да, не только там, у нас есть материалы уже. Вот книжка, вот видишь белый корешочек. Белый. Черный и коричневый корешочек. чуть левее 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 дальше 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 опустились решетчик чуть дальше дальше беленький беленький но это тоже давали они с нами дальше дальше ну вот коричневый смотрит придем в себя или нет может быть на лаборатории здесь такая и они наблюдают и смотрят сможем ли мы все-таки выйти на очень высокий духовный план и перестать довести себя как мышки банки но я думаю что они все равно общаются с некоторыми людьми из человечества они имеют держит связь они выбирают сами за кем и сагам нельзя там возраст ними значение они выбирают сами это как мой интуитивный этот он там планы и они знают с кем надо и какие следование надо вот когда бы не была война в этом мире да они всегда следовали просто если и тоже вот антарктика да там тоже было когда экспедиция там тоже была война там тоже были секретные вот местах которые хитрер хотели но узнавать которые американские хотели там били и война тоже который не мог выиграть против такой но гигантические энергетические и иной цивилизации это как но это существует на нашем ведом ведомте тоже написано у нас есть маабарата ромайана это тоже как но они прилетели из космоса на земле и жили как человеческой жизни и чувствовали как человек бог как человек когда живет человеческой жизни сам бог у него такие же страдания как у человека есть поэтому он играет в человеческую жизнь лилы божественные лилы поэтому я думаю что если мы делаем даже кино он могло быть там тоже вот два-три серия и компактно там разных направлений взять пока как у нас есть вот тренда аутра один аутра два аутра три также можно делать и либо телесериал тоже могут быть и гигантический проект для мирового масштаба но сначала много кино для подкино поднимать и у нас будет несложно найти инвесторов найти сотрудники найти экспертов потому что здесь это проект как но не делается как одним человеком либо одним инвестором он масштабно там надо пользоваться визуальные эффекты графика 3d технологии для того чтобы экране он было как но правильно показано либо экранизация доме быть высококачественная тогда это очень эффективно рассмотреться вот нас есть режиссер у нас есть мы сегодняшнего дня можем до проводить уже кастинги даже по площадкам базы сюда все запущено просто нам сейчас нужно надо резал его начинка для слушать давайте и все сразу картина все станет понятно даже я почему необходимо чтобы вам вас громко слушать налог на лобик скотча на еще разу микрофон не липучку и на почему касается очень важного вопроса то есть нужно ли что-то переносить формальную сторону в игровую как таковую да потому что но как бы если современные современные видео треки дали есть некоторые очень хорошие глубинные по сути которые вроде игровые как американские например но не а некоторых фундаментальных фундаментальностях которые находятся за границей понимания среднего человека да ну например в сам фильм матрица классический как таковы да с одной стороны это для подавляющего большинства фантазия по факту это собственно описание реальности но он игровой понятно что они не смогли остановиться на одном поэтому появилось 4 и тоже хотелось бы это все растянуть и так далее ну вот в ключе связаны что что с рерихами но первых их надо не отделять от последовательности мы не просто говорим что они являются представителями данного фактора да видно так как тексты которыми они были связаны семья но первых она вела почему вообще экспедиция была возвращаемся к этому главному да для того чтобы собственно на глобальном на глобальном планетарном уровне породить некоторые связи между востоком и западом почему потому что большому сожалению я констатирую это например как человек который изучал историю науки востоковедения то есть очень огромный провал в западной западной культуре вообще вообще потому что можно сказать так что запад вообще ничего не знает о востоке вообще ничего почему потому что основные докладчики основные профессора и все эти дальше беркель институты они выросли всего лишь с двух-трех трактатов это которые были переведены русскими исследователями которые потом были изданы на немецком французском английском здесь не издавались была такая сложная ситуация поэтому в царские времена были отправлены очень большие экспедиционные корпусы которые со всех стран мира везли тексты сакральные как такое потом их переводили но те кто участвовал этой работе владели четырьмя-пятью языками а и переводили санскрита древнекитайского это дает из мужа всех языков а издавать могли только в париже лондоне или берлине поэтому большая часть того что сделано нашим неизвестно потому что издана там вот а там издана только части большая часть исследования не издан поэтому все востоковедение родилось из пару трактатов всего лишь из 80 тысяч когда они даже ничего не слышал и сопрячь это составляющим было невозможно поэтому юрий рерих например задача была это инициировать перевод танжура и ганджура на русский язык поэтому был создан словарь английская тибетская русская санскритский как таковой который давал ключи к этому блоку текста вот эту программу я продвигал двигала сказать писали письма далай-лай в общем согласовывали вопрос как это сделать потому что без этого я напомню что эти 333 тома это включает описание всех наук и искусств которые знал восток за прошли не пять тысяч лет это не просто тибетский канон который это общий цивилизационный но он дает только ключ к еще дальше к створкам понимания но без этого без этого понимания вообще невозможные качестве примера я иногда делал можно просто одно оглавление этих 300 330 тому дать прочитать любому человеку он поймет что вообще ничего никогда ни о чем не знает вообще и это не доступно западному мозгу никак не с какой стороны поэтому не надо сложить это решается определенная ментальную планетарную задачу где вот условия правое и левое полушарие а друг друг себя найдут поэтому это вы считаете тело гуманитарная программа сделать это можно это кстати может быть ввязать просто фильм прямо но сделать это можно достаточно быстро например 1300 по 70-м году когда был переписан последний канон классические буддистки как таковое тогда больше 100 монахов работали в течение целого года переводят да привет я уже москве да я у дима все восхитились вечером все нормально я вечером говорит теперь кипящий вакуум учителя мало где люди маятся с утра до вечера маятся 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 от своих вот этих вот любых любостей без того чтобы сидеть помедитировать и прикоснуться с долгим сакральным миром изучить это все глубоко и видно и сразу станет хорошо спокойно в душе я помню я помню поэтому что закон происходит это волны глобальные иногда иногда не очень но это все волнение а нам важно в сакральных знаниях в сакральных сильных потоках обрести сначала устойчивость устойчивость стоичность обрадиться от этого всего внешнего и в сотворчестве найти хорошо отлично я понимаю ну это мы тоже сейчас хотим себя до этого перезвониться Бога Сергея пытается найти он телефон мне подходит так вот опять же значит была миссия которая была связана с миссией с миссией Рерихов да значит она предшествовала некоторому историческому и энергетическому как бы эффектно не эффекта свидетельство о очень мощном фазовом переходе да ну например да потому что в сорок втором году калий-юга закончилась это не мои свидетельства это так как в этом ключе она длилась последние пять тысяч лет три тысячи сто тринадцатого года до нашей эры у нас есть начало ее ее начал с появлением Кришны который оставил последнее эхо чтобы эти пять тысяч лет оно могло туда дойти поэтому мы понимаем кто был в начале да и очень было важно ну так сказать определенным людям понимать а где вообще это кончилось не кончилось ну если вообще это понимать что такое калий-юга вот вы я думаю что наверное никто из этого точно не скажет что это такое из нашего я не беру из вашего Бардак Бардак да? Нет ну там есть очень точные жестокость очень точные характеристики и так далее но важно сейчас важно переход да так как калий-юга заканчивается вкраплением сати-юги как говорит вкрапление на триста лет то мы уже сейчас уже в принципе если точно брать концы то сорок второго года мы уже как бы находимся в калий-юга в сати-юге как таковой встает вопрос тогда в этой терминологической базе о том что а хоть кто-то может описать а что это такое-то ну хоть аналог какой-то есть вроде кто прожил последние шесть тысяч лет у нас вроде за столом нету поэтому не может сказать как было раньше вот с учетом глобальной цивилизации вот в нашем например истории в нашей школе могут подтвердить друзья по поводу того что нас в школе учили акцентировали в историческом в исторической перспективе вот есть греки вот греки-греки они такие греки все от них пошло и так далее а по факту на все наоборот на греках все начало съезжать вниз с них началась калий-юга за весь тот материализм галимов которого мы сейчас это греки ответственны запятая потому что они превратили невыразимые и необсуждаемые антропомофизировали и превратили это все то что прямо вот тут он тоже тот который тоже кипишем занимается торгует криптовалютой ну в общем все до кучи поэтому значит циклы которые не только заканчивались калий-юга что опять это ведется к тому я подвожу по то какая миссия была стояла в заливе как таковая одновременно с этим закончилось несколько циклов вернее мы находимся в фазе окончания этих циклов вот и это примерно вот 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 собственно мы вот здесь сейчас находимся да да соответственно все события о которых мы говорим они были вот тут в начале значит в чем ну я мало да так сказать не вам скажу да что когда посвященные говорят о том о чем ты чего-то хочешь узнать то так сказать методика очень простая возьми цикл назад лучше два и тогда ты поймешь что ожидается впереди чем глубже и чем большее количество циклов ты можешь осмыслить предыдущих тем точнее будет то что будет неизбежно впереди потому что калька событий вся видна сразу особенно в этом нет знать только закономерно поэтому значит этот график изображает вот вся вот эта динамика это наша национальная история пульсация нашей национальной истории которая связана с этими циклическими особенностями я сейчас не перекладываю это на другие этносы не ни на страны это относится к нам как таково значит уникальность вот этого цикла в 144 года который называется имперским с точки зрения охватности да в котором в котором присутствуют все обертоники цикла потому что он вроде начинается здесь любой цикл а двигаться начинается отсюда навстречу он едет сюда а он едет отсюда так сказать понимание времени так вот внутри этого цикла пришлось с 1875 года по 1975 года год сто лет это было эхо энергетических событий которые были 21 миллион лет назад они пришлись вот в этот в этот период это они этот ну скажем воздействие закончилось в 75 году а в 65 году до 2025 года это цикл который подводит итог нашей пятой расе за миллион лет потому что мы являемся мы пятой подрасе пятой расы и в это время происходит определенные планетарные события которые связаны в данный момент времени связаны с расовым посвящением раса проходит посвящение это возможно только тогда когда совпадает номер расы с номером подрасы эти события были в атлантиде эти события были в лемурии они относятся к нашей арийской части тоже самое вот мы находимся прямо в фазе подведения итога за миллион лет так как это не абстрактная составляющая как таковая которая связана во-первых с концом калии юги раз значит этот цикл всего в пять тысяч лет на двухтысячный год на двухтысячный пришлось окончание эпохи эпохи рыб начало эпохи Водолея чисто астрономически потому что у астрологов есть разброс с учетом ведической астрологии и нашей есть отклонение в 30 градусов поэтому есть разночтение в интерпретации времени но в рамках астрономического положения все было очень точно на небесах в этом случае можно сказать что астрономически эпоха рыб закончилась в 2000 году и с 2000 года началась эпоха Водолея это 2000 год в 2012 на 2012 год пришлось окончание цикла в 26 тысяч лет сюда же это нам принесли майянцы которые в этом смысле ответственны за космическое время не как я сейчас так условно говоря как бы как это сказать правильно индус или индия вы относитесь к первой подрасли нашей расы поэтому мы понимаем что вы для нас сохранили самое главное это метрики времени которые для большинства конечно вообще ноль но вообще для нас это крайне важно да это собственно что такое циклы в Махамон-Вонтаров 311 триллионов лет какие ну вот оно короче есть у нас есть очень точный прицел который связан с 1887 годом вот здесь он как раз где-то вот вот у нас есть точная привязка так сказать космической космической истории в 1 миллиард 959 миллионов лет это начало космической эволюции и дальше есть точное позиционирование в рамках этих ситуаций где мы в этой части Махамон-Вонтары где мы находимся так как мы с вами говорим что это вообще относится только в области посвященных никак не относится к публичным полем вообще никогда и никак потому что бессмысленно с одной стороны но с точки зрения науки посвященных это один из важнейших аспектов осознания этих величин времени поэтому в этот в этот год все вот приходится вот прямо искать временная составляющая как таковая значит соответственно если на границе циклов как опять говорить науку посвященных обязательно приходит аватар который должен задать базовую ноту которая будет разворачиваться в следующую величину цикла соответственно с учетом того что временной интервал временная матрица о которой мы говорим имеет вертикаль вот это мы называем слугая горизонталь как сказать космическая история разворачивается в линейне событий как таковое и с точки зрения ожидаемого в том месте где мы находимся да еще один маленький нюанс знак рыб и знака водолея пять тысяч лет пять тысяч двести пять тысяч триста лет является точкой поворота большого колеса зодиака в двести шестьдесят тысяч лет это приходится прямо здесь и сейчас уникальность совпадения дополняющая в том числе что очень редко бывает когда новый космический год заканчивается тем знаком который его начинал и следующий космический год начинается опять тем знаком который будет влиять все двадцать шесть тысяч лет через двадцать шестьдесят лет будет квинтэссенция это очень редко совпадает но в данный момент это совпало но совпало не только с планетарным с планетарным с планетарной эволюцией которая относится к расе под расе и так далее к этому же моменту совпало события которые с этими двумя связаны это когда доминирующий вид на планете с владыкой до планеты достигает определенного уровня со развития тогда возможно прохождение планетарного посвящения поэтому наш планетарный владыка тоже находится в статусе посвящения что что приведет к тому что планета земля из не священный статуса не священный придет статус священный это например связано с человеческим родом и принятие каждым отдельным индивидуум этого посвящения которое придет к расширению сознания это затронет все все поле которое расширит пределы солнечной системы и откроет следующие системные законы которые в этом так как это неизбежно поэтому усилия и миссия рериха в том числе с точки зрения подготовить поэтому была дана агни-йога которая готовит психическое существо принять огненные эпохи как таковой но это квинтэссенция понятно что если ты до этого ничего не знал ахатха-йоги кундалини-йоги лая-йоги раджа-йоги харма-йоги и так далее то вот это никак вот с учетом того что это пытался сделать аурабинда только в этом смысле введя интегральную йогу мы тоже это понимаем я сам издавал вот эти книги вот эти и аурабинды мы переводили и советы мы переводили поэтому это пятая веда вообще так сказать которую писал двадцать лет вот поэтому миссия миссия рериха была подготовить вот этот формат для прихода аватара но я повторяю что есть проблема на ментальном уровне я говорю как в нашем этническом потому что в нашей последней части истории за последнюю тысячу лет просто нету того что на востоке является ну как бы мистической линией преемственности вот у нас в нашей последней истории этого высшего опыта метафизической преемственности ее нет почему потому что в этом смысле в основном реальность был не готов так ментально потому что ментальный процесс у нас аспект был больше астральный чувственный поэтому это относится к мистике к святым которые погружались в это но когда мы говорим в тексты там понятно мистика культист и т.д. там источник классификации у нас это все полный сброд все друг друга называется как бы синонимом это вообще совершенно разные вещи поэтому здесь есть путаница в этом ключе поэтому правильная интерпретация того с чем было связано усилия семьи и так далее и т.д. и т.п. оно распадается вот но так как мы занимались ну не только изданием а продвижением всех этих работ связанных в том числе и с переводом этих текстов и так далее и так далее поэтому будем комфортную программу в том числе там где мы в Усть-Коксе мы закладывали были там потому что по проекции вот из этого источника по проекции да там должен был некий прототип быть да почему потому что например то же самое центры которые работают разрабатывает многие там движения и так далее я так слушал что там есть тоже ребята которые вот работают каким-то образом космосоветами секретные какую-то там территорию мы всех знаем проводили там мировые конференции Алтай космос микрокосмос то есть собирали того что обычно называется эзотерики сейчас эта территория тоже в России хочет даже туризм развивать там хорошая энергетика и могут быть тоже вот те движения которые там есть ну чтобы они открылись для публики тоже не доступны девочки 20 гектар земли дело в том что так как это мировой проект который связан был с подготовкой поэтому было Алтай например и Кулу в Индии это две точки была еще третья точка обозначена еще должен был быть треугольник одна точка в Непале я туда ездил встречались мы договаривались это да я понял там две точки точно поэтому мы готовили эту всю цепочку для восстановления мало того я посылал экспедицию после того как проблема с этим в Кулу стало там все закрылось полиция забрала все документы и так далее поэтому я посылал людей которые в полицейском участке сканировали переписки и так далее вот архивные часть архивов я знаю было забрано не помню фамилия который потом стал послом в Непале вот и мы в принципе договорились о запуске трех точек Алтай Кулу и Непал и этот треугольник глобальный он должен был связать вот этот образовательный процесс о котором мы говорим который межэтнический межконфессиональный ну и так далее вот поэтому когда я говорю сейчас о кино чуть немножко назад да, возвращаясь то может быть можно было сделать ход конем мы хотели сейчас в основном повторить экспедицию давайте я отключу да, я да, сейчас отключу совсем отключить мы хотели повторить экспедицию только теперь как раз как бы вот эту подоплеку скрытую потому что сейчас другие средства подачи информации одно дело на лошадях ехать на машине другое дело с коптером это все снимать вот вот а это мы можем там видеть сразу и сквозь землю кое-что и вообще короче это целый это как это не знаю как его назвать вследствие ведут колобки короче целый прямо почему потому что все эти да, потому что все эти нюансы информационные ведут к таким вопросам ну например вдруг узнаем что у нас на территории страны одно из хранилищ атлантов например которое должно было всплыть как факт после того когда факт истории человеческой несколько шире и должен публикой воспринимать так как это тоже для этого было проделано в начале цикла этой вот этой линии да было выдано то что называется тайной доктрины да тайной доктрины это то откровение которое давалось в начале нашей расы это мадам Блаватский да ну так как это опять братство не мадам Блаватский если правильно понимать да и почему потому что к тому месте где мы находимся и вот это потенциальное схождение циклов для каждого участника событий открывать гигантские возможности по расширению сознания как таковое так вот здесь были выданы инструкции чтобы условно обделаться при расширении да и чтобы не потерять это шарики у тебя растворились потому что дальше идешь только психиатру а так как тот ничего не знает у него обычные красные таблетки или белые и все поэтому а вот тут в палате номер 6 выдают регулярно поэтому и так далее поэтому было предоставлено те данные которые которые можно было так сказать больше 800 тысяч лет вообще публике были недоступны вообще никакой а сейчас мы можем встать пойти в магазин на полку и вот прям весь набор прям весь там поставить в этот шкафчик ну только прочитать никто не может но все равно я там да но я многие книги тоже читал то но точка зренные съемки вот визуализация либо как воображение шамбула трудно описать но как его там показать на экране я поэтому и говорю это тоже как как под вопросом потому что такие фильмы создаются когда у человека есть ну чистая душа чистый как ну из внутри такой вот чистота сердца и души вот тогда получается но все равно воображать на экране вот система шамбала через графику тоже нужно уникальные как но способности это показать если это будет можно показать несколько фильмов и обычных художественные документальные сериалы и у нас все есть уже нам все дали все глаза увидят имеющие уши услышат здесь извините не переведешь на все языки нам важно очень уже пророков проявлять уже проявлять а уже от них пойдет дальше все равно такая система пирамидальная поэтому под всех не подстроишься ну поэтому мы как бы и говорим начинаю уточнять можно ли подавать сакральность или ее или 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 не подавать или опять вопрос если бы мы например совместный в рамках подготовки подготовки например бы вместе с индийской стороной обратились бы в наше географическое общество до того чтобы давайте повторим экспедицию и вот и тогда вот потом из того что сложится это и есть предатель потому что вот наши актеры а я уже разговаривал и самые большие актеры они готовы но я уже изучаю и думаю как надо сценарий писать важно это сценарий показать содействие Рерика когда он родился в Изваре я тут там был это место когда он родился когда он свою первоначальник как ну несколько лет он жил там есть музей Рерика из Извара ну под Петербургом там тоже я знакомился там ну там есть такая женщина Ольга Чертасова и Валерия вот они вместе работают муж и жена многих лет потом москве была Ренита Андреевна если вы знаете ее я с одной стороны знаю всех потому что мы 30 лет это все с другой стороны просто на наших путей несколько но чуть-чуть некое вроде как бы разные потому что своеобразность того что люди когда цепляются за базу данных да и потом только наши бы никому ну и так далее это все ведет вот нам надо как но я как думаю да как радиусер не примерно что он немножко показать который аудитория потому что это история они не знают многие люди не знают кто он что первые присутные немножко нескольких минут показать кто он годы родился как была связь там духовный связь его почему он приехал в Индии потом как он был связан с киноиндустрией потом для киношники это интересно вот это туда надо показать и потом его экспедиция потом его духовность потом то что он путешествовал в мире чтобы это было интересно для зрителей в Германии США Франции ну где он был я не знаю про Китай я слышал он был Китаем тоже но я не знаю с Китаем тогда как получается интеграция вот сегодняшний день киноиндустрии вот точка зрения киноиндустрии вот Индия это большой рынок Китай еще лучше две большие рынки Россия тоже хороший рынок вот и поэтому это как ну получается масштабный фильм даже выше чем автор автор это как фиксия это как просто фантазия вот здесь реальность и очень много людей вот которые вот знает Рерика для них это будет очень колоссальный материал монадолеты первая серия автория третья если как это будет игровой фильм весь мир будет смотреть даже мы начинаем подготовить план и создавать пресс-конференс объявлять и разработать сценарии уже это будет известный проект и получить финансирование и правильные актеры мирового масштаба это не будет тяжело и российской стороны и китайской стороны есть фонды которые можно привлечь потому что это огромная работа это так просто копейками не делаешь поэтому если начинать это могут быть работа на два года минимум полгода нужно для того чтобы и потом остальное и для этого эксперт ну комитет который эксперт я не эксперт но я знаю я знаю точку зрения что показать что не показать что будет интересно для зрителей то что остается некоторых материалов мы потом делаем телесерию тоже хорошо сегодня это тренды телесерия вот например Турция Индия телесерия и заработает много денег и они бывают популярными и все время может смотреть поэтому объявляют как кинопроект игровое кино и параллельно я создаю команду вот где они могут быть это дематериал и еще немножко долетельно показать и будет как эписоды и можно пускать одновременно либо подождать пока кину первой серии готовы потом это продвижение как выводить на пузырьку очень большая команда поэтому ждать не имеет смысла все заряжены все понимают что делать точка кипения настала потому что я бы в последовательности я бы предложил с учетом очень важные чрезвычайно важные темы фундаментально важные почему потому что когда мы говорим об этом об этих ракурсах то в принципе очень важно подвести для понимающего человека иерархичность устроя космоса само собой разумеющего как таковое да и безусловно как условно закономерно как солнечная система в солнечной системе солнце самое главное то в этом смысле в некой этнической конструкции тоже должно быть солнце как таковое да такие фильмы сейчас могут быть очень-очень популярны потому что они нужны во-первых то что творится космос всем интересно сейчас но это новый тренд поэтому сегодня если кто-то хочет например вот создать кино про романа кино я не говорю телесериал 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 уже есть у нас ибо кино по Крушна кинофильм я думаю что даже продюсер автора будет когда-то финансировать и он это объявлял тоже в Индии если мне история Крушна нравится и мало есть на него выход через моего города вот можно значит я как ну в свое время изучал ну как жизнь на Крушна не моборота как человек он как ну ворьер кинг ворьер кинг это корон который с рождения когда он родился в тюрьме до конца его жизни просто воевал воевал и умер значит это как ну интересная история точка зрения ну как киноматограф точка зрения зрителей это будет как масштабный так же и Рериха вот таким нужно и для этого весь мир будет готов и финансировать и сотрудничать несмотря на санкции это не имеет значения и Китай и Индия они всегда будут платой если в Одессе выбрать правильные суперстары деньги не будут деньги это тоже энергия если мы делим какой-то космический фильм там есть энергия космическая которые могут притягивать деньги денежная энергия чтобы этот проект состоялся иначе люди начинают проект и потом не может закончить ну это понятно здесь вот тематики тут тогда маленькое дополнение которое связано некоторой исторической ну или сказать вот этой линии которая определяет куда это приедет потому что почему очень важно признать данное наличие можете попросить нас еще еще достаточно открыть я так скажу вот где синие корешки стоят посмотри называется зов иерархии вот где синие корешки вот прямо ты на них рукой показывать а звук иерархии да вот собери читал да значит ли да можно еще то есть что про неигровое кино говорили что мы с ним несколько видов и игровое то что мы уже снимаем великое пробуждение сейчас потому что в некотором некоторым буду в будущем впереди в некотором будущем впереди которая связана с особенностью вот этого циклического составляющего да потому что вот мы все эти циклы говорят о том что мы входим в фазу когда мы в принципе обязаны новые темно-технические законстолировать космическую цивилизацию по факту да вот соответственно это относится вообще никак почти никак ну не соотносится вытекает из этого но вроде никак не соотносится с капитализмами еще чем-то там очень короче какой-то той старой требухой которая при этом одном термине просто она вообще меняется панорама восприятия но с точки космического процесса знамя знамя которое двигалось оно еще имеет интерпретацию что это шамбала иерархия человечества в круге вечности да поэтому в этом смысле в эту книгу мы издавали это про иерархию ее структура механизм действия и так далее алгоритмы это шамбала да дальше собственно человечество ну сейчас вот человечество соответственно некоторым придут впереди для осуществления космической задачи то то что мы называем отдельно ну как бы нас отдельно вот Китай вот Индия вот мы на самом деле будет под единым управлением под единым управлением быть континентальной империей который объединит этносов в один как таковы при наличии одинаково понимаемый западники забыли они не понимают но Россия своей части она синхронно с этими вопросами поэтому на сакральном уровне мы изначально понимаем что у нас одно руководство и вопрос как мы его будем засвечивать или мы не будем засвечивать вось в атаману понимаешь родомачальника нашего человечества или будет поэтому Рерих это вот то что или открыть вот это ну не знаю но если открыть аж все и сразу подожди и пусть думают сами я сказал дело в том что к этому моменту к этому циклическому были выданы все необходимые инструкции которые были публике неизвестны почему они были выданы потому что каждое человеческое существо а мы можем сейчас говорить чтобы попасть в этот момент в этот так каждый из нас заработал такое количество благой кармы которую даже не исчислить ничем чтобы попасть в этот пиксель времени так сказать с прицелом на несколько 18 миллионов лет как минимум поэтому мы понимаем что каждый воплощенный каждый воплощенный независимо от того дает он себе отчет в бодрствующем состоянии сознания или не отдает отчет как таковой но он является этим посвященным в этот момент потому что каждый из нас подводит итог за эти 18 миллионов лет и раса человечества подводит подраса и каждый отдельный субъект участников событий потому что в физическом плане всего лишь одна десятая от общего числа человеческого рода остальные все либо в восходящих мирах либо в нисходящих они там сансара вращается вот но прямыми участниками прямыми вот только те которые здесь воплощены как таковые через них вот этот трансформационная энергия должна пройти и на каждого из них ну условно говоря каждое воплощенное эхо событий будет примерно каждое воплощение 70 вперед где-то ну 260 тысяч лет где-то вперед у каждого трафик выстроится если войдет следующий класс если не войдет то в этом смысле лучше об этом не говорить ну бессмысленно ну в общем просто продвижение остановится до следующей солнечной системы так как это хуже чем ад христианский который вообще детский лепет по отношению к тому что вообще ожидает вот но мы не будем этого касаться да в этом смысле это поэтому мы понимаем что основные проблемы в этом мировоззрении людей и оно связано опять возвращаемся если в нашем коллективно это было решить должен был прийти буддизм в этом других участвовал в строительстве буддийского храма в Санкт-Петербурге да а этот храм посвящен калачакре вот тоже да сам пожалуйста там ну вот за нами буддизма и индуизма они похожи потому что это одно Будда же просто Будда немножко больше сказал и поэтому его за это решили слышать вот стоит красный корешок калачакры да так как это понятно что это высшая тантра и понятно что допуск к ней только в общем и так далее но парадокс заключается в том что за ну аферах первое да что это откровение которое Будда дала с его оплачением а в публичном поле это стало доступным из этого источника только вы тысячу лет назад только тысячу лет назад вот если сейчас читать это учение то окажется что с точки не нашего ментальной подготовленности она просто для нашего времени я это откровение для нашего времена Который описывает функциональность человеческого существа и однообразное с функционированием Солнечной системы, их связанность. Так как это есть в этих частях книг, которые описывают всю эту связанность человеческого существа, атома, планеты и так далее. Функциональном подобии, эволюционной связанности и так далее. У всего этого есть далеко идущее направление, куда едет это все. В нашем этническом поле у нас складывается несколько векторов, которые, я беру, прямая передача Будды для наше время. Перевод, да? Да, конечно. Перевод. Такое есть, то ли на Индии есть таки много, и они все понимают, да, читают, но они понимают. Конечно, конечно, это высшая тантра, но, как минимум, опять же, вопрос заключается в том, что она действительно, если идти в рамках того посвященческого процесса, который, так сказать, классический, то, например, тибетский монах получает ее или может ее практиковать только после того, как закончил 25-летнее изучение. Когда сдал экзамен, выучив наизусть, все есть 333 тома, и отвечая себе, экзамен сдается том такой-то, строка пятая сверху, шестое слово, и вот третья буква. И ты должен, значит, и только после этого он может эту специализацию обрести. И это правильно. С другой стороны, в нашем случае, наша ментальная оснащенность позволяет, ну, как бы, быстрее, что ли, обрабатывать их данные. Поэтому я могу сказать, что когда, ну, я не только двигал Танжурган-Джург, я писал программу около чакр, как раз, которая должна была сначала дать публике вот эти 330 томов, да, чтобы потом из теоретического изучения вопросов, да, вот это же прагматика. Это даже не термин, не практика, это прагматика, так же, как и буддизм, не является религией, это наука, как таковая. Но так как это все спутано, пока в этих дебрях, ассоциативных разберешься, лучше термин не использовать, ну, бай, как таковы. Но к этому времени, к этому времени, историческому, добавилось еще несколько фактов. Например, и это неизвестно, например, для индусской публики вообще, я думаю, потому что это вообще другая категория измерений. Потому что на публичном поле появились тальтеки, а это управляющий клан в Атлантиде, который был 850 тысяч лет назад. И они дали свои сведения о сознании, о том, какое у них было знание. Потому что знание глобальное, да, есть как бы откровение, которое при создании любой звезды, солнечной системы, планеты, архитектор, да, назовем это базовое откровение. Вот откровение потом дальше распределяется по расам, на каждой расе несет свою часть планетарного откровения. И это еще знание на расовое делится на подрасу, поэтому каждая подраса несет свой аспект. Например, майянцы несли аспект космического времени, тальтеки – это аспект осознания, инки – это социальная инфраструктура, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так как эта часть народов вообще еще больше неизвестна, и еще дальше, но в нашем случае мы находимся в зоне синтеза, потому что то, о чем говорила тайная доктрина, как синтез науки, религии и философии, то эпоха Водолея – это и есть синтез науки, религии и философии, и мы дополняем только одно еще – искусство управления сознанием. И тогда все замыкается, как таковое. Поэтому для нас, живущих в этом цикле, как бы некое очевидно, поэтому понимаем, что есть агломальные разделы знания. С точки зрения Рериха, это была связь нашего азиатского континента, всего подготовки вот этого цельной связанности той будущей инфраструктуры, которая должна простоять до 26 тысяч лет. У нас сейчас задача делать основание, которое должно простоять 26 тысяч лет, для того, чтобы вот это была пятка поворота, была вот эта в 260 тысяч лет, а на самом деле на это замкнутый цикл 21 миллион лет, 18 миллион лет и так далее. Поэтому, возвращаясь к тому, какое кино, про что как бы надо снять и на что надо мотивировать людей, и насколько что-то открыть или не открыть. Я думаю, что пришло время, надо все открыть и показать реальность, показать то, что мы знаем, потому что очень много материалов тут же исчез, но про Рериха, да. Также вот сакральные тексты, которые у нас были раньше, да, где написано было все-все-все, без системы. И немцы воровали, и другие там, ну... Они как у вас и лежат, слышите, адрес показать, где лежат, а-а-а-а... Нет, нет, может быть, лежат, но... Беловод, смотрите, когда ислам начинал воевать с индусами, да, у них была такая методология, что надо разрушить храмы, надо зажигать весь материал, но наши, как брамы, да, они такие умные были, что вот это читали, вот сохранятся эти дублики, но потом, если надо, вот они прям снова пишут. Я понимаю, это как по... Это, конечно, все понятно, это у нас... Преемственные знания, да, да, это парампура преемственности потомственных учителей, то есть это целый цикл, это очень важно, вот это самое... Да, понятно, все есть, все есть, все сохранено, начиная с пожара... Я бы сказал, что, если, как сказать, первоначально это обычным моделям группа, да, вот, те люди, которые заинтересованы проектом, но для того, чтобы сценарий писать, да, потому что сценарий надо писать масштабный, он должен быть глобальный фильм, который может сломать все рекорды, как называется, рекорд, да, по-разному? Матрицу или матрицу восприятия? Да, матрицу сломать, сломать матрицу. Да, абсолютно. И я это именно делаю, потому что 35 лет, мировой опыт, знание нескольких языков, мировых, и отношение с покупателем, с дистрибьютором и массовой медиа, это очень важно. Сегодня без массовой медиа даже никто не будет популярным, но это как современная техника. Ну, это, у нас есть вот такие инструменты, при которых вообще все по-другому можно. Вообще. Но это не отменяет подхода, но просто динамика изменения вот этого всего, все эти тектоники и возможности оперирования этим информационными полями быстрее, быстрее, быстрее. Если у нас в данный момент есть время просто вот с этого телефона сразу поистить миллиард человек просто одним кликом, не спрашивай вообще никого, ни продюсеров, ни этих, ни денег, ничего, просто вот раз, это будет точно в голову, это вот миллиард этому попадет. А как только оно попадет, оно вызовет ответную реакцию, зависит от того, чего мы послали, да, она или положительная, или отрицательная, что зависит от того, хотим мы, да, какую эмоцию или какую мысль вызвать, да. Если мы точно сделаем так, что оно точно ответит да, ну, мы понимаем не абстрактно, а очень конкретно, которое каждого коснется, то вот мы можем иметь импульс, ну, сказать, условно, в минуту, в миллиард человек, которые, собственно, что-то среагируют. А да, этот импульс уже может поменять поле целиком, примерно как, например, полет Гагарина и общее планетарное переживание единого чувства создало импульс космический, потому что это породило эмоциональную, ну, как взрыв сверхновый, только на более тонком уровне, поэтому, когда человечество пережило единое чувство, единое, чего не было никак, ни при каких раскладах, как таковы, это, так сказать, в космос вышел звук о том, что человечество родилось, это как, когда излагалишь и вылезаешь, первое, вот это было, аааа, после этого должно было пойти экспансия, это разворачивающаяся на базе понимания космологии, т.д. и так далее, но нам ребята подсунули, так сказать, песочек подсунули в эту ступицу, и поэтому колесо заклинило, и поэтому нас развернуло. Сейчас время повернуть обратно, вот у нас прямо вот все об этом дужат, бубнят и так далее, но разворот, так как уже потеряли память о том, откуда свернули, как таковой, поэтому куда разворачиваться, не спрэхин вообще, нечем, нечем соотносить, поэтому у нас, так сказать, вот это название нашего менеджера, рожденный в СССР. О, классное название, позвольте добавить, меня зовут Илья, значит, мы сейчас снимаем неигровое кино по заказу одной группы компаний с телеканала, называется оно «Почему люди гадают». Это такое, это фильм, который должен для обывателя, для простого человека дать немножечко разъяснений, что такое вообще метафизика, что такое, кто такой человек, кто такой бог в понимании всего этого, и у кого какое место где. Вот мы снимаем этот фильм уже, там будет пять серий, это продолжение фильмов «Бутырка» и «Мошенники», это Первый канал и СТС, но это для российского проката. Вот предлагаю снять с ассоциаций психологов, специалистов духовных и философских практик серию, ну, какой-то отрывочек, да, в котором мы проговорим вот эту важность. Вот, спасибо. Давай сейчас Рерика закончим, иначе мы бросаемся за тобой. Нет, мы про Рерика у нас и говорим в кино, и рассказать. Ну, я думаю, что это будет анонс за два года. Ну, это тоже хорошо, потому что то, что случилось в своей жизни Рерика, и тоже вот космические связи, да, это тоже прогноз, потому что, как вы сказали, вот каждый, на сколько лет бывает аутар, либо эпоха, да, эпоха, да, эпоха, да, вот, ну, как было будто, аутар. Ну, вот тут есть несколько аутар, да, и все это, как, ну, написано где-нибудь что-нибудь, да, как вы говорите, мы индусы, вот мы верим в астрологию, мы верим в нейморологию, потому что, преди, чем человеческое человечество родился, ну, мира уже были, один до нового, и это написано и в сакральном тексте, и так далее. Астрология тоже существовала, потому что, даже когда Бог родился, это был прогноз, что Он будет родиться в Турме, и родился, понимаете? Не, мы можем не оставить, мы понимаем, астрология вообще, то, что астрология, это вообще то единственное, что можно назвать наукой, все остальное наукой не является. Да, и это как, ну, астрология, это как, ну, очень совместно с Богом, потому что Бог Брамма, Он тоже как, ну, рассказал, как будет дальше жизнь, это был прогноз. И его сын, Бригу называется, вот, Бригу Санита, если вы слушали, там тоже на листике написано, ну, весь будущее человечество. Эти листики потом пропали. Я это могу, я это скажу, потому что я сам тоже астролог, и немножко знаю тарокарты, нумерология, кхироманты. Это как, ну, это нужно, вот, это наука. И это как, ну, воглюбляет, чем больше воглюбляешь, ты человек видишь, и через 10 лет понимает, какая может быть судьба, какая может быть судьба, вот, это очень хороший стерео, если выделяете это, но потом поговорим отдельно. Ну, все понятно, поэтому, если вернемся, как бы, все-таки, как бы, к задаче, да, как, повторяюсь, мы хотели бы для того, чтобы, имея в виду то же самое, да, только теперь, понимая, что, вот, это, так сказать, не веду, не так, последовательность, которая привела, так сказать, ну, вот, ко всему этому эффекту под названием Рерих, да, и то, что связано с появлением Аватара, и то, что это должно, могло бы быть, потому что должно было подготовить, примерно, к 50-му, 60-му году, почему я говорил, чтобы были космические условия. Случилось так, что поперек этого фактора встала пункт номер 7, ну, я так сейчас, условно, немножко ракурс, да, что совещание, которое было связано, вот, с этими терминами, да, с иерархией, да, было, последнее совещание было в 1500-м году, которое, почему, потому что раз в 500 лет, раз в 1000 лет, раз в 500 лет, и каждый 100 лет происходит собрание, так сказать, сопровождающих, да, вот, и собрание, последнее, которое закладывало фундамент наступления эпохи Водолея, было в 1500-м году, были выработаны, с точки зрения просмотра ожидаемого будущего, были выбраны определенные алгоритмы, да, и то, что технически называется осаждение специфических до этого, не присутствующих в коллективном поле каких-то тенденций, ну, там, доброта, потом, там, только те, которые, филантропия, ну, вот эта составляющая, да, и пунктом седьмым, это была финансовая система, как таковая, то есть, была цель, почему она должна в тот момент закладываться, потому что, к тому моменту, о котором мы говорим, к этим годам, эта система должна была стать глобальной, раз, и второе, она должна была быть, вот так и представлена в руки аватара, чтобы у него был инструмент прямого, не как раньше, Будда что-то рассказал, ой, потом мне тысячу лет жуют по этому поводу, и так далее, то есть, их реакции очень длительные, да, я тоже не слушал, что вот этот купюра-доллар, там, Брэри, кто-то помогал, это правильно, да, это правда, да, да, там, это магия, ну, это магия, с одной стороны, вот, а с другой стороны, это, спать, оккультизм, с третьей стороны, это все опять не абстрактно, повторяюсь, по этим, по всем был мощнейшая, спать, составляющая, но за время ее осуществления, те ребята еврейские, которые туда влезли, они ее под себя переупаковали целиком, и поэтому система выросла, и она выросла, они сделали ее для СЭБы, для СЭБы, а по факту, мы, мы, которые знаем от чего, куда расходим, понимаем, что она для всех, поэтому парадокс в том, что то, что они сделали для СЭБы, нам сейчас позволяет, например, с полным основанием объявить, что вот через эту коробочку все человечество вступило в цифровой коммунизм, просто все и сразу, вот, и узнать об этом может каждый, у кого есть телефон, и воспользоваться этим, то, так как это противоречит им, потому что они думают, что они для СЭБы все, так только вот, мы знаем, что они для СЭБы, поэтому у нас есть все ключи, как поставить перед фактом, потому что, может быть, тоже самый фильм, по идее, но должен был быть так сделать так, что ты когда вышел из кино, у тебя полностью поменялось это, но одновременно с этим, что у тебя должно было быть подтверждение, ну, условно говоря, ты посмотрел фильм, потом, вновь к фильме сказано, потом зайди, получи карточку, там, там, за углом, да, у тебя карточку, ты идешь в банкомат, и у тебя в этой карточке уже кэшбэк 200 процентов, это подтверждение того, что посмотрел в кино, как его еще сделать, подтверждение, хотя можно сделать и так, в кино все отсмотрят, а потом выходит, у тебя не смотрели, вроде здесь стоит, может так сделать, ну, как это, Рамаян и так далее, эээ, мост, хрустальник, кутруша был, все, раз, что... На улице никого не было, там, все предтелевизоры, улицы опустились. Я понимаю, да, поэтому мы могли бы сделать и фильм Пророчества, с одной стороны, но вроде как и не Пророчества, потому что если мы... Пророчества на английском языке? Прогноз, да? Ну, да, прогноз, да, или описание того, о чем я говорю, когда, как передать, вот сколько цикл, миллион лет заканчивает, согласись, что для этого надо как минимум осветить, ну, вот это для субъекта, это какими-то штришками, да, или какими-то вставочками, но у нас есть текст готовый, можно открыть, вот у нас 70 страниц, 12-я станция антропогенеиса, наши божественные наставники, там, все, за последний миллион лет все описано, все описано, что куда погрузилась, кто из кого выявил, кто кого родил, почему, причин и следственные связи. Вот как нам миллион лет сжать в несколько эскизов? Ну, это техническая сторона, смысл какой, и как это передать через персону, понимаешь? Такой вопрос, потому что мы должны коснуться вообще всей истории планеты, начиная от Гипербореи, через Лемурию, Атлантиду, куда мы приехали, откуда мы взялись и так далее. Или перейти в фрагматику, хочешь, понимаешь, что к тебе там божественно стучится, вот у тебя есть методика, вот все, то же самое, как Будда, в течение религии, хочешь быть, изучая науку, получишь результаты. Абсолютно. Поэтому, ну, как бы, может быть, так как у меня нет этого способа мышления, не продюсера, все равно блоки, как блоки передать, не представляю, блоки есть. Ну, это наша дата, нам что надо, вот, нужно, как сказать, ну, идеи, вот, как эпизоды, да, потом я делаю, как сцены делаем под этим, например, вот как показать Шамбала, да, как показать, как это просто, как показать экспедицию, и реально это снимать. Сейчас технология все позволяет, даже технология такая, что даже некоторые вещи можно снимать в киностудию. Мы поняли, да, все остальное это можно решать с деталями. У меня есть режиссер, который снимал фильмы «Непознанная планета», и крайний фильм он снимал на острове на каком-то, там где память, он сам поставил память книгу Маклая, там, вот, и снимал фильмы, австралийская заказывала компания эту туристическую, вот. Так, Серго нужно что? Подожди, Серго мы обсуждали, потому что это зависит от выработанного алгоритма, потому что данные у нас есть, и такие, 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 глубинные, открытые тексты, группы людей, которые вот это двигают или туда двигают, это одно, да? Уже продвижение будет. Это, это понятно. Предлагаю, если бы не дольмены. Подождите, дольмены. Поэтому, понимаешь, как бы, возвращаясь, когда мы, например, да, данные вещи просматривали, почему мы просматривали, например, чтобы не вступать в противоречия, потому что мы их понимаем, в том числе и по поводу денег, то синициировать географическое общество под столетие Рериха, что вот это, как бы, надо повторить. Заказчик. Да, заказчик, тоже очень важно, заказчик, и плюс тот, который дает эти разрешительные документы. Вот, смотри, заказчик в этом случае, как сказать, трудно найти. Никто не знает, трудно найти ничего. Мы понимаем, да? Географическое общество и станет заказчиком. Но это одно, да? Но все равно вы не представляете, да, что создавать кино — это миллионы надо. Даже сегодняшний день. Мы сейчас много миллионов. Мы не такие богатые, да? Здесь только про развитие, только вперед. Конечно. Мы решаем. Мы это решаем. Потому что здесь как новое. Я сто процентов уверен, что российские государства, российские биллионеры, индийские, все можно это соединять. Это, по-моему, будет решать. То, что касается вот… Главное, очень важно, это как, ну, сценарий, да? Вот есть какой-то эпизод, как этот сценарий показывают на экране, да? У меня есть команда. Они мои введения первые крючки это делают. И потом делим как, ну, вот, первый эпизод фильма. И думаю, может быть, для телевидения тоже делят отдельно. И это подготовительный период — это очень важно. Вот, именно, я думаю, что полгода надо. И надо обязательно надо идти в книге немножко прочитать. Посмотреть, что важно, что не важно. И потом у нас есть эксперты. Они говорят, вот, это не надо, это не надо. Мы догадываем синтезу. То, что есть в первом варианте, вот это показано. И я думаю, что это для весь мир — это интересно. Для японцев тоже будет интересно. Как возбуждать интерес — это мы делаем. Значит, это будет для мировой аудитории. Ну, мировой зритель. Мы понимаем, маленькое дополнение. Так как мы базово, как юридическая структура, из себя представляем уже планетарную структуру. Потому что у нас космический мониторинг и прогнозирование только с космоса. У нас международная организация, которая имеет договора с 15 космическими агентствами мировыми космическими ведущих стран. И еще 191 участник персональной. Совсем, по сути, бессрочные договора о взаимодействии. Поэтому, в этом смысле, в основном говоря, сверху со спутника, может быть, нам будет много чего виднее, прямо лучше. Да. Как бы ничего личного, просто сверху мы как-то рассмотрели, рассмотрели историю или рассмотрели раскопки какие-то, или посмотрели подземную на 10 километров, и там еще сказать, ой, такое, такое. Вот. Поэтому тут, по идее, ну, я сейчас перехожу, условно, в тип вашего мышления. Как вы эти полтора часа резали хоть какой-то серии, засунуть вообще всю мета-историю человечества между всеми образцами? Нет, для сколько? Мне, это как, ну. Мы делаем как, ну. Терресираль – это одно, это показано на телевидении. Это, это как, ну, кино. Это могут быть три серии, это могут быть действия. Это кино, театре показано, не на телевидении. Я все понимаю. Это то самое, как, сейчас я вспомню, кто. А, «Матрица», «Матрица», да. Они сняли столько эпизодов, почему они все по второй фильме стали делать? Потому что во время делания первой «Матрицы» созылось столько материала, из которого даже «Марико», тут все и второй появляется. Понятно, что там она монетизация, «Зутрали-вали» и так далее. Поэтому мы понимаем, как рождаются сериалы, все эти американские, индийские, китайские, и т.д. Потому что мы же больше сейчас правильно про смысл, как донести на самый верхний уровень, на планетарный уровень, донести эти вещи, которые мы называем «наступил золотой век», вот что надо донести. А то, что об этом говорил Будда, об этом говорил Кришна, об этом говорил Зарастар, там, и Вайсвата Ману, в этом смысле, корневой ману нашего человечества, вот, к нему можем съездить посоветоваться. В Ладаке. Поэтому, так как мы этими же вопросами маемся, да, условно говоря, с какой стороны наступать, со стороны вот этой штуковины через мессенджер, через кино, но все равно это превращается в то, что для нас рабочие, то есть мы должны призвать людей что-то сделать. Ну, помимо того, что они там должны осмыслить некоторые представленные материалы, да, но понятно, что ситуация будет внутри психики человека, будет война, потому что его нельзя, как на компьютере, если у вас на весь и Windows, надо новый ставить, понимаешь, так не получится, более тонкая система. Поэтому мы в кино должны что-то спровоцировать, какое-то направление мысли, да, а потом ему где-то за пределами того, где он посмотрел, что-то должно нарисоваться, чтобы вот то, которое он пережил, оно должно туда его втянуть. Или сразу обрушить данными, понимаете, сразу про инопланетян, галактики, и оно тоже все есть. Только для того, чтобы его посмотреть, это не один трек, а, например, вот это вот знают ребята, да, то, чтобы донести, скажем так, раздвинуть внутри психики, внутри психики пространство восприятия, надо посмотреть 24 часа подряд несколько треков. Но каждый из них закрывает вот этот блок, вот этот блок, вот этот блок, вот этот, и через 24 часа можно гарантировать, человек уже другим будет, просто. Но это 24 часа, понимаешь? Потому что они разные, они отвечают не говоря не о вопросах, отвечают на все вопросы. И поэтому там ассоциативный вот этот аппарат рушится, вы думаете, слышишь, если это так, то мамма миа. Вот и все. А это самое главное, с этого человек начинается. Поэтому в этом ключе, еще раз можно вернуться, что мы понимаем, понимаем воздействие, есть огромный материал, но давайте его компоновать и складывать, потому что я говорю, я не знаю, как это уложить в художественный образ. Хотя, повторяюсь, мы готовимся и хотим обязательно РГО, наше, это самое, так сказать, базово. Почему? Потому что там еще хранятся части документов, которые связаны с вопросом строительства храма буддийского, потому что храм, я говорил, посвящен Калачакре. Туда принесены священные предметы и священные закладки. И этот храм считается северными воротами Шамбала. Да. Потому что тот предмет, который принесен оттуда, поставить всю циркуль, поставить туда на губе и так далее, и взять наш храм в Санкт-Петербурге, вот это ареал охвата поля Шамбала. Могу даже более точно сказать, в Санкт-Петербурге ее энергии сфокусированы на Александрийском столбе. Да. У нас есть площадь, и стоит ангел на столбе. Вот на этом столбе сфокусированы энергии Шамбала. Ага. Потому что это как бы позвоночный столб наш, российский весь, сакральный, сакральный, связь с миром невидимым. Ангел стоит прямо наверху и показывает. Туда. Поэтому мы понимаем, можем дать часть эскизов, но нам бы хотелось, может быть, сполошить, понимаешь, более, через этот фильм, именно глобальную сполошить. То есть Рерих Рерихом, да, но, повторяюсь, он был, ну, как бы, некоторой части завершающего звена, да, в предподготовке. Потому что, повторяюсь, если бы события правильно пошли, то не было бы второй мировой войны. Мы бы сейчас к этому циклу имели бы распахнутое сознание всех, чтобы принять энергию, в которую вот она прямо сейчас, ну, может, встроительно влилась. Просто так, в 25-й, там чистят. Ну, нет, каждый 25-й год новый импульс иерархии происходит, каждые 25 лет. Чище тоже. Поэтому в этом смысле будет импульс, да. Мы фильмы нададим импульс. Сейчас, говоря про импульс, три года назад из Русского космического общества, которое входит в состав РГУ, было отправлено женское послание в космос, собралось большое количество женщин, записали послание... Это раньше было, после зажжения огня тысячелетия. Видите, ребята, уже от этого доеду. Нет, это про импульс, это важная история. То есть, да, каждый, каждый период времени откуда-то что-то выходит. И РКО на сегодняшний день имеет большое количество посвящений и знаний, на базе которого можно сегодня уже применять какие-то технологии. То есть, я не просто так сказал про тот фильм, который мы снимаем, потому что это познавательное... Ну, как бы такой... Один из первых ключиков, где мы разъясняем, что это такое, что такое эзотерика вообще, как вот... Вот это всё... Извин, Илюха, ты посмотрел фильмы «Миры внутренние, миры внешние»? По-моему, да. Ну, подожди, тогда кто не стал, говорит, что все то, что хочешь, уже снято, нарисовано, все, можно включить трек и поехать. Мы сейчас говорим на государственном уровне об этом, да, как у нас это принимается в обществе. Подожди, мы поехали в другую составляющую. Я говорю, с чего началось? Что есть уже вот эти вот послания космические, да, есть уже фильмы, есть много обществ, и это нужно в тизер объединять. То есть, в такую некую... И забрасывать эти зерна через те инструменты, которые сегодня есть. Это возможно интегрировать, да. Но сначала давайте... Общую концепцию сейчас обсудим. Конечно. И потом наполним, да. Конечно. Я к другому, что не сразу всё вываливать, Бог, чтобы они все не так лучше. А... По чуть-чуть. Это ты ввалёшься сюда, а Бог... Да. Это ты ввалёшься. Ну то, в чём ты проделал сам... Как обычно. Это уже произошло. Нет, пожалуйста. Придёт съёмка. Мы снимаем, приехал человек из Индии. Мы оповещаем для индийской, в том числе общественности, своё понимание. И начинается сваливание всего. Каша. Ты послушал сначала. Ну, смотри, ну технически некорректно. Хорошо. Да. Потому что мы уже продолжаем слушать. Продолжаем молчать слушать. Продолжаем молчать слушать. Поэтому нам надо первое, так сказать, вот после первой встречи определиться, какую глубину хотим затронуть, да. Потому что там могут быть высказаны мысли, или там предоставлен сразу текст, вот эта строка об этом, да, и достаточно 5 эпизода прочитал, сказал и так далее. Просто ключевыми фразами, да. А всё остальное, я почему об этом тоже говорю, потому что вот будучи связаны с Маянской линией, и будучи связаны с прямыми отношениями с Хосе Аргуэллисом, это одиннадцатая линия майянских пророков, который написал «Фактор Майя», который вот там все там остальные стоят, дал космическую науку времени и так далее. К нему тоже обращался Голливуд, и вот они тоже начинали там, давай вот мы снимем, как уложить этот Маянский фактор с этой тысячелетиями, вот как, вот как. И вот он тоже приехал ко мне, говорит, вот Голливуд прислал, давай, смотрите, как это. Но там из метафизики, космической сюда это переплюётся опять любовь, опять вот этот, ну в общем, короче, это тролли-вали петушки опять эти, ну классическая вот эта вот. А легко будет снять две жизни книгу? Да, книгу. Ого, вот, а там и сюжет, и всё, так глаистово, конечно. Там всё есть, поэтому от сериала до это прямо вот. Её уже все прочитали. Да, её прочитали все, её прям просто снимай и выпускай. А туда можно ставить более глубинно, потому что там только ссылки, потому что ссылки как раз идут на предыдущие тома. Это уже лирика такая сделана. И вот у нас есть и тома, вот я боюсь, что, наверное, только мы, русские, ну, опять, не все, наверное, конечно, но мы понимаем глубину того, чего у нас на борту есть. Да. Потому что подавляющее большинство западного мира, в том числе там по той же тайной доктрине, даже прочитать её не могут вообще. Столетия, да, прочитать никто не может. Просто прочитать. Да, типа, а не марту тебе не будет. Ну, понятно, что если он прочитать не может, то понять он точно не может. Вот. А так как этому было, это только первый блок был дан, как он дали, были ключи. Потому что ты не взял здесь, даже замок не знаешь где, то все остальное, что тебе не дает, ты не будешь как этот, ну, куда эту отвертку, а что крутить-то, как таковое. И в этом ключе мы как раз за, это то, что я называю матчасть, потому что это все усилие посвящено, чтобы дебилоидам в этот момент, чтобы они могли вспомнить, что еще они здесь делают на самом деле. Ну, вот. Ну, вот. Арийская цивилизация раньше, потом вот, греческая цивилизация, потом, ну, египская цивилизация, там нет похожих. Путка в истории несколько. Потому что египетская цивилизация, это колония Атлантиды, в том числе. Средиземноморье, и все греки, это последние остатки, остатки от них. И повторюсь, на греках началось расползание в той истории, и это все. И посвящение, или мистерии глобальные, ушли в подполье. Потому что то, что должно восстановить этот доступ, это восстановление планетарных мистерий, которые проводились по всей планете ежегодно. Раз в 7 лет проводились, раз в 12 проводились великие мистерии, малые мистерии и так далее. И в этот момент, в этот момент, человечки существовали чаши, и в мистериях имели возможность пережить это. Так факт. Вот сейчас мировая война все равно случилось. Вы думаете, что третья война мировая можно остановить? Потому что уже идет там процесс. У нас есть цена. У нас есть цена. Скажем так, есть взгляд на вопрос, как поменять данный тренд. Потому что я сейчас свяжу, например, составляющие, что вот 1939 год, начало второй мировой войны. И 23-й, это ровно цикл урана, 84 года. А 41-й и 25-й, это вот одно, это тоже параллель. Поэтому мы точно находимся в фазе повторения кальки того, что было тогда, только в сборе еще более расширенный проект. И то, что на Ближнем Востоке разворачивается, это та же самая телега, которую мы, как белые между собой мочили здесь, имея это мировое, то же самое будет в арабском мире. Но там кармические следствия, связанные с евреями раз, и с мусульманами в частности, и все это подводится опять за полторы-две тысячи лет, а с точки зрения евреев за последние шесть тысяч лет, для того, чего они вообще натворили. Так как у них получается, что они все, что они натворили, к ним сейчас приедет, и они сами как-то это делают, поэтому, как бы, вот это их можно. Будем взять карму. То есть, так как и Украина, в том числе, у которой тоже есть причина естественной связи, почему так, с этой частью нашего народа, так произошло. Поэтому, я одновременно понимаю это, тогда мы можем понять, условно говоря, как я называю это, асимметричный ответ сделать, который может поменять полярность. Сам цикл мы поменять не можем. Правильно. А полярность его поменять можем. Но для этого, но для этого, надо подвести, условно говоря, почему это происходит, ну вот мы, сам говорит, все наступил золотой век. В нашем случае, мы говорим о том, что, например, на планете есть все технологии, чтобы накормить всех на планете. Всех. Абсолютно. И поэтому, для всех есть все. Сейчас, не когда-то, а сейчас. Так как нужен только здравый смысл, политический, вместо того, чтобы танкерами апельсины выгружать, топить в океане, потому что цена не прошла, а также негров, ну извините, Африку кормить апельсины бесплатно. Понимаешь? Африку. Поэтому, да, поэтому, в этом смысле, понимаешь, это просто дурдом, он обусловлен этим, этим историческим влиянием, и так далее. мы понимаем также, что у Индии была возможность вот этот пик, пик подъема начать, вот, но его начали опять подрезали, вот, потому что ваш уже этнос, ваша молодежь уже переупаковали, там, поэтому они уже к своим собственным корням уже, знаешь, главный чигизбуги ваши, там, рынок, портянки, все остальные хрени, как таковая. Это тоже все понятно, закономерность, как таковая. И поэтому, когда мы это понимаем, я говорю, что есть словоформы, достаточно простые, или небольшой видеотрек, ну, например, в нашем случае, мы говорим о том, что на глобальном уровне все ситуации могут поменять наше первое лицо. Опять, с точки зрения почему, потому что, во-первых, статус уважения, раз, второе, концентрация контрастности, условно говоря, на, там, хохляцком, пассажире, все парламенты мира стоят хлопая, а тот без штанов на рояле играет. в принципе, все там, ну, о чем можно говорить с этими людьми, вот, одна сторона, а вторая сторона, это кого, значит, берут главным планетарным ужасом, это нашим руководителем. Соответственно, таким образом, с нашей точки зрения, у руководителя есть возможность, если правильно вот это все сложить, а это все можно сложить в небольшой ролик, 6-7 минут, не кино, не сериалов, и так далее, а положить констатацию того, где мы, почему мы, что мы знаем, чего приехало, куда едет, и за эти, за это одно выступление, можно поменять всю картину мира. Но, поменять в каком смысле, предоставлена информация, надо сделать нелепым все происходящее на планете, нелепым, ни плохим, ни хорошим, никто крайний, никто и так далее, потому что, объяснять им про карму, дхарму, забыли, но это же базис, как-то это вообще любые процессы, объяснить, что фундамента нет, а его нету, поэтому можно только пройти какую-то эмоциональную и куда-то его пододвинуть, а нам бы, по идее, пододвинуть его надо, если бизнес, то пододвинуть, чтобы он сдал деньги за билет, а нам, по идее, мы не можем искать деньги в этом, мы должны пробудить, то есть это должно, поэтому тут, что коллективно, или как это пользуется, прокатывать, не прокатывать, нас интересует донесение смысла, а не прибыль с этого, вообще, вот, поднести это до зрителей, это из главных всех, все остальное, поэтому, мы будем книги писать, но книги не влияет мир, так как, масштабно, масштабно и одномоментно, мы согласны с этим, конечно, конечно, поэтому и я думаю, что вот, уже как время начат, и я, я хотел бы, вот материал тоже иметь, потом делать так, ну, на английском языке, вот, уже начинаем делать сценарий, и потом консулироваться, это потом, это потом, но сначала нужно как, но базовый материал, ну, как выгода этой информации, еще другие, там все это интегрировать, и потом сидеть вместе все, потому что это как задача, не только для нас, но есть другие тоже, да, интегрировать, мы понимаем, и как это, уже начало, потому что, сейчас технологика позволяет, деньги позволяют, есть методология, есть опыта, да, и если это интегрировать, я думаю, что 2022 года, мы уже это закончим, даже, через полгода, уже начинаем съемки, это уже будет большой шум, даже, можно публиковать, чуть-чуть концепцию, можно даже начать, вот, для остановки войны, можно уже даже, коротенькие ролики, использование, там, использование, даже, даже пресс-релиз, даже, даже пресс-релиз, могут быть, 30-40 листиков, это концепция, это уже дойдет до вершины, через пресс-релиз. есть, ну, ментальные технологии, да, мы немножко в этом разбираемся, немножко, это, технология, которая позволяет, рассчитав, и знав, будущее, прогнозировать, как проходит, там, состоится продажа, условно, да, мы, как Мерседес, там, они там, и так далее, тут, зная прошлое, сложение, над которым мы конкретно работаем, это, места, с которых мы запускаем эти импульсы, потому что, просто снять, что-то рассказать, антропогенность, здесь присутствует, безусловно, есть, на Кавказе, вот эти, дольмены, места, мы сейчас, отрабатываем, с которых можно начать, не могу не говорить, уже есть, не могу не говорить, в сторону, илья, нет, нет, надо сказать, но он молчит сидит, нет, я говорю про то, откуда и с чьей поддержкой, а не про место и про дольмены, мы уже проговорили, в общем, РКО и РГО, все, все хорошо, ну, позже пришел, вообще, не позже, все вовремя, я слышу, что говорили, и, сейчас, хорошо, благодарен, спасибо за внимание, поэтому, мы готовы, полный, комплект участия, со всеми нюансами, вот, и, так сказать, в этом смысле, для нас было, что кино, ну, как бы это, сказать, ну, в общем, мы хотели, стремились к тому, чтобы, если мы создадим трек, да, какой-то, для того, чтобы менять сознание, повторяю, чтобы человек вышел, и вот открылся, вышел из кинотеатра, и увидел, что оно прямо перед ним произошло, а будет это микро, или макро, мы, в принципе, пока он смотрит кино, дом можем построить, ну, например, ну, поэтому, другая сторона, та, которая может донести, как я говорю, что ты в кино, если ты билет посмотрел, значит, билет получил, ты вот можешь пойти карточку, пойти там получить, и где, вот, все то, чего в кино было, вот, в ней все есть, а раскручивать, ты будешь сам, пошел в магазин, купил бананы, вот, у тебя еще присоединить на два банана, он начинает само включиться, правда это в кино было, или не правда, соединить, так сказать, социальные процессы, да, то есть, их прорисовать в кино, чтобы люди их захотели, да, а потом они вдруг начали сами, сами совершаться, да, вот, хотя мы все заранее подготовили, чтобы он прям туда пошел, съел это яблоко, вычислить эту всю рефлекторику, и так далее, поэтому самое главное, вот, сказать, воздействовать на изменение состояния сознания, понятно, но не трансовая, потому что так тоже можно ввели, но он потом оттуда, отчего там было, и они шприкиные, поэтому лучше, осознавал это, пережил, вот, поэтому, в этом ключе, может быть, это донести, до мурашек, да, может быть, надо посмотреть, вот те треки, которые мы, а вот сейчас, у нас программа из Феникс, для того, чтобы тоже в нее вводную ввести, мы как таковы, мы говорим о том, что ребят надо посмотреть, вот, 24 часа, вот столько-то треков, потому что только тогда, вот это можно вместить в себя, вот это, и захотеть что-то делать, даже пока у каждого в голове свои тараканы, со своими окрасками, то их собрать в общее стадо, или в общую формовую базу, никак не удастся, они очень индивидуальны, как таковы, а то, что в принципе, да, вот это, да, планом действия на 300 лет, маленький блок, это для тиктокеров, быстренько, тут правда голову он повернул, да, не важно, да, все сети будут включены, да, да, образ, да, поэтому это тоже можно передать, изучать, потому что там должно быть включено, абсолютно прав Вадима, о том, что лирическую часть, сопровождающим, можно просто взять из двухтовника Антаровой, две жизни, это как раз описание внутренней жизни братства, и она как раз та вот, которая надо, вот лирическая, там, тут и любовь, тут и морковь, и музыка, да, и такие сцены прекрасные, и свадьбы. У них такое сознание, они не могут вне этого думать. Без любви, да, мы понимаем, да, вот две жизни, прям, вообще, экранизировать. только любовь, только любовь, только любовь спасет этот мир. А вкрапление, которое может быть данное, это, например, то же самое, что можно прочитать там из пещеры Диандриндастана, вот это введение, как раз, в том числе, это то, что было в Индии сто лет назад, и вот во всей книге есть, просто несколько фраз, просто учителю напрямую, понимаешь, это вот она, такая же там короткая, как Йога Сутра Патанджаре, но там сразу все, раз, и вот просто это одна страничка во всем тексте, но вот она одна, все-таки не понимаю, стоят все лирики, которые нам вокруг там трали-вали, из педушки, поэтому, по идее, очень хорошие, правильно искать, ну, во-первых, рекомендацию людей этого, что Антарова там это, ну, это вот, короче, это вот, ну, а ты знаешь, этот лингвисты проверяли эту книгу, и этот текст Льва Толстого, понимаю, да, что это Толстой дипломат. Поэтому с этими текстами надо познакомиться, плюс еще тексты, например, познакомиться с текстами тех, кто сопровождал Рерихов, да, были написаны, у меня вся их литература есть, потому что, повторяюсь, мы издавали, работали внутри этого, и пытаемся это, так сказать, расширить, вот, но только теперь уже с последовательностью к тому, что большинство воспринимает, ну, например, ту же Агни-йогу, как отдельно взятая, и тут своя эта самая попуасовость, а если это линия преемственности, которая заканчивает некий цикл обучения, который начался еще 18 миллионов лет назад, то вот это, видишь, вершинка, но, повторяюсь, как бы, собрать эту вершинку, кажется, вот, надо помочь каждому, тогда она станет сама собой разумеющей, и тогда сознание, условно говоря, не будет исчериться, а будет искать открытости, почему книги «Беспредельность» или «Мир огненный», как какого-то, потому что в рамках порыва только к тебе может прийти ответ, если ты, значит, овощи туда смотришь, то прийти ничего не может, по факту, поэтому мы готовы к полному спектру, есть правильные, правильные шаги выстроить, где правильно от Индии нужно было бы к этому РГО, потому что есть силы препятствующие этому, или которые не хотят этому высветиться, потому что, повторяюсь, мнений слишком много, когда у нас вопрос, так сказать, касается этого вопроса, возникает православная церковь, она, извини, нарисовала на то, что это от лукавого, и так далее. Ну, как нам эти границы преодолевать? А то, что… Смотрит, Экрин кинул, не должен иметь границы. Вот мы сливаем, и мир смотрит. Мы понимаем. Вот как вы и сказали правильные фразы, что вот буддизм, это не религия, но люди все говорят, это религия, буддизм, это наука, это веданты, это сайт. Сейчас было удобно просто говорить, сейчас буду говорить по-другому. Поэтому мы все это должны учесть, материалы вагон, мы тоже над этим думали. Вот вы, ну, например, вот, было бы интересно первоначально этапу, вот эта книга, за эти четыре листы, или опять, хорошие мысли, можно завод отсюда вот этот элемент, потом здесь, вот отсюда эти надо, я потом посмотрю там, картины на сцене. Туде интересно, да, для того, чтобы, вот, мои ребята, создавать план, создать сценарий, диалог, начинать записаться, это базовая информация. Как только мы уже уверены, что информация есть, объявляем проект. Потом уже как начинается, людям будет это тоже интересно. Значит, я хочу это объявлять на весь мир, у меня есть возможности. Когда знаешь, даже, вот, российские государства автоматически будут узнавать, индийские, китайские, все будут обращаться. Да у нас есть желание, вот, не переживайте, есть актеры, есть возможности, есть телевидение, которые уже готовы, как вот, предпродакшн, предпродакшн, они должны наши интервью взять. И это уже распространят. Кино это потом. Это идет процесс, но этот процесс должен быть показан. модные ваши иностранные словечки. Надо по-русски говорить. Следующие с темой обсудить. Ну, подожди, все остальные рабочие. На встрече 17 часов. Поэтому я в 4-15, то есть, в 4-30, у него езжа, и сената, 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 и сената. Поэтому мы за, согласны, да, вопросы, нюансы, как сакральное осветить. Можно так все вообще, так нахлобучить. Но будет радостно, будет радостно. Вышел искать, ты чем в золотом веке. и пошел сразу карточкой, она ему подтвердила. Мы сейчас должны прийти к какому-то заключению, потому что мы сейчас до завтра или до вечера расстаемся у человека в следующей встрече. Вот, поэтому, вот, на камеру мы должны согласовать. Что? Подожди, мы, ничего, мы переспим сейчас с этой информацией, и все хорошо, завтра встречаемся, и, конечно, познакомимся. Смотрим нашим зрителям в режиме реального времени, как идет индийско-русский диалог, обмен информацией. Да, но в следующей серии завтра мы увидим следующее. Следующий шаг. Следующий шаг. Обзор. Живая дорожная карта. Смотреть следующей серии. Обязательно. Вы к нам опять приездите, да? Да, обязательно. Вам понравилось с нами общаться? Ну, я думаю, что... Вы много узнали? Да. Потому что есть информация, которая, ну, не всем дано. Даже есть некоторая информация, которой нет в Индии. Либо, может быть, я не встречался с этой экспертами там, да, еще. Но, когда я делал научные исследования для кино про Леги, ну, был такой проект, вот, как сказать... История Легинации? Ну, ну, Легенда Бог Крушна. Вот такой титрный пример, да? Да. Тогда я немножко вот работал, и я тоже думал, что вот Крушна, потом вот то, что вот Рерик... Такие эпизоды, такие фильмы нужны. Да. Такие фильмы нужны, потому что там есть формула всех вопросов, которые есть сегодняшний день в мире. Все... Ответы. Смотрите, вот фильмы, снятые Голливудом, в основном, все привели нас к разрушению, да? Потому что люди посмотрели эти кино и побежали убивать, насиловать, и... Это психологический эффект. А мы сейчас снимаем хорошие, позитивные фильмы, создаем медиагруппу Новое Тысячелетие, меняем вектор разрушения на вектор созидания, и все начинают радоваться жизни, любить друг друга, и созидать. И вспоминать, что они по образу и подобию Бога здесь, творцы, прибыли сюда для того, чтобы творить, объединяться, здравствовать. И мы, благодаря этому фильму, достучимся до разума, и люди в танце, и... с флейтами. Да, для Бога, танцуя там, флейты, музыкальные инструменты, это будет феерическая радуга добра, которую мы, ну, вот, создадим, вот, нашими энергиями. Для всей планеты. Для всей планеты. Обязательно. В заключении того, что хотел, слава Богу, и благодарю, что сегодня случилась эта встреча, вот, с Дмитрием мы занимаемся по линии Государственного Совета, Дмитрий, поддерживает по линии правительства России, поддерживает вот эти настроения, которые мы делаем еще с одним партнером, в который мы являемся тоже участниками, который вот снимает уже фильм, и историю о Рерихе мы можем начать сейчас раскручивать, а там у нас история, она очень глобальная, почему люди вообще идут к этому пути, и почему они идут со стороны науки, объясняется, кто осознанный, кто неосознанный идет, какими путями идут, и как раз вот про что начал говорить, что на территориях Северного Кавказа сейчас идет работа по сдерживанию, фактор, есть, люди сидят и работают, держат небо, поле, чтобы не развивались эти события, и мы сами в этом немножко участвуем, то есть мы делаем про себя документальный фильм, как мы едем, молимся на определенных местах, и как мы проводим это делаем уже здесь, поэтому вот можно уже это включать сейчас, и не уходить там далеко. хорошо. Хорошо. Рабочая группа по проекту. Да. Еще другие эксперты. Ари Кришна. Ари Кришна. Ари Кришна. Ари Кришна. Жай Шри Радхе, богиня любви, обладающая нас. Что во всех воплощениях и в нас тоже, и в нас тоже, и мы тоже становимся потихоньку богами, потому что преисполняемся творцами, да, творцами, преисполняемся вот этой силой любви, наполняемся и становимся подобными, подобными вершителями. Приглашаю на банкет. Да. Ура. Ура. Рады, рады. Обеденный перерыв. Благодарим. Тыква, тыква. Тыква, тыква. И морепродукты. И морепродукты. И морепродукты. Стоп, снято. Благодарю всех. Ура. 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 Вот нужно будет для того, чтобы как, ну, писать сценарий, вот. Мне обязательно надо ваш помочь, чтобы вы мне сказали точно, где фокус, вот. Некоторые книги могут мне рекомендовать. Вечера тоже я получил, я был в Петербурге, из Петербурга прилетел. Раньше был в Сочи. Из Петербурга тоже есть, ну, этот вот, реликовское общество, они люди написали новые книги. Они подарили, чтобы я мог, ну, оттуда тут возят материалы. Да. Потом вот эти все книги, вот как Агниева, есть на английском языке, я это прочитал раньше. Многие книги там. Но есть некоторые, вот, Кальчика тоже прочитал. Но, есть еще там материал, который я не знаю, да. Например, график, там, как это показать. Это обязательно надо нам фиксировать. Сфотографировать. Да, да, да. Просто одна осталась. Я все передам, не переживай. Да, я вам координаты, вот, это мои все телефоны. Да, спасибо. Благодарю. А, Дим, повтори, пожалуйста, про... Ватсап Телеграм. Ватсап Телеграм. На индийском есть, да? Ватсап Телеграм. Хорошо, благодарю. Про Белаяра расскажи. Да, сейчас, вкратце, тогда повторюсь немножко. Сейчас это сделает. Спасибо. Там вот, в основном, который первый телефон. Да. Второй телефон сейчас у меня не работает. А, только один. Первый телефон, да. Сейчас 27. Да, да, да. 903. Да, 556. Там Ватсап Телеграм. Общаемся через нашу группу. Да, вот. Потому что, да, потому что у нас здесь просто уже процесс запустился. Руководительница. Руководительница. Ты у него просто вот сейчас въезжаешь, а у нас здесь процесс запущен и подготовлен. Хорошо. Я могу еще раз, если хотите. Да, кто можете сфотографировать? Все официально. Да, я знаю эту газету. Так, хотели мне интрую принимать несколько, два-три лет. И про Белоярова. Мы работаем вместе с Александром Шиловым. Вот в этой газете мой руководитель, Александр Шилов, художник вот известный, знаете, вот напротив въезда в Кремль его галерея. Понятно, да. Вот. И мы ведем именно направление культурное, образовательное, социалистом массовой информации, ну, взаимодействие. Ну, кто так хотел интрую принимать? Мы интрую на этом газете, а не как република. А, замечательно. Потом мы делаем тоже некоторые программы, они говорят, что вот будет статью указана. Да, 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 конечно, конечно. Я тоже готов там, все еще надо осветить вашу деятельность. Да, да, да. И так же донести до управления президента, администрации президента. Мы сейчас для телезрителей давайте все-таки информацию сделаем. Сейчас, минуту. Историческую. А потом, да, в кулуарах пообщаемся и договоримся. Видео запущено. Все. Значит, тогда я повторюсь немного. Значит, сейчас то, что из текущей геополитической ситуации идет процесс объединения интересов России, Индии, Китая. Население этих стран – это около половины населения всего мира, и это реальный противовес как бы западному миру, их идеологии, их как бы теме. Которые, на мой взгляд, во многом несет такой, в том числе и разрушительный аспект, и хотелось бы цивилизацию сохранить, не допустить ее разрушения, в том числе, конечно, самое главное – ядерной войны. И в этом плане важно вспомнить опыт предыдущих основных деятелей, которые в свое время объединяли Евразию просто в одно целое. И удивительной личностью, которая это сделал на практике, это правитель Руси Бус Белояр и он же правитель Индии Викрамадите Чендергупта II – реальные исторические лица. то есть, что будет? И Христос отвечает «Я уйду к Отцу, но я умолю Отца, и Он пошлет к вам Утешителя, Духа Истины, который будет средствовать обо Мне и сотворит более чем Я. Но мир не примет его, поскольку не достоин его принять. Но вы примите его». И по слову Христа его ученики – это Андрей Первозван и Симеон – пошли на Русь, основали общину, и при рождении Буса Белояра, когда он вырос, ему это послание Христа передали. Он его подтвердил и, можно сказать, был первый правитель Руси, который легализовал христианство на Руси, узаконил, что это верная традиция. Впоследствии этой темой традиции, она исторически известна как орианство, более-менее доступна для современного исследования. И элементами этой традиции христианской в тот момент были такие особенности, как вегетарианство. Ну, это практика. Первая заповедь Христа – не убей, она буквально воспринималась и реализовалась как вегетарианство. В частности, этому уже следовали и Исеи на территории Израиля. Которая, по сказать, стала территорией Израиля, да. Вот есть Евангелие от Исеи, где также с этими акцентами и моментами можно познакомиться. То есть, там, в частности, конкретные рецепты, как готовить хлеб из пророщенного зерна и что это идеальная пища, то есть, ну, самая здоровая еда. И конкретно вегетарианство. Вот. И многие аспекты, которые как раз были общими с ведической культурой. Да. То есть, учением Кришны, да, и то, что в Индии известно, практика йоги. То есть, в йоге там также первая ступень, яма-не и основой является вот этой границы перехода от человека обычного к человеку, уже идущему духовным путем. Первая ступень – вегетарианство. Тот же самый заповедь «Не убей», да, в буквальном смысле. Вот. И, как бы, Буз Белояр, он на практике, то есть, Христос еще добавил, что, как бы, вот в этом послании к ученикам, он говорит, что, ну, я примерно передаю смысл, там не совсем дословно, в основной смысл. Во-первых, он сказал, что, ну, сейчас с самого начала тогда повторю, значит, он сотворит более, чем я. Что значит, он сотворит более, чем я? Христос проповедовал Царство Божие, а Буз Белояр его реализовал на уровне государства, Святой Руси, да. Это был первый опыт реализации Царства Божьего на земле. Государства, где гармонично разные классы, разные религиозные учения, они взаимодействовали. Как бы, такой эффект синергии, сотрудничества. Не было конфликтов. То есть, если условно считать принцип темных – разделяя и властвую, принцип светлых – объединяя и здравствуй. Созидательная тема. И вот это было реализовано Святой Руси. И это стало просветающим государством, куда представители разных других культур, религии прямо стремились как на паломничество и на встречу с Бусом. Конкретно из Индии буддисты пришли и поразгласили Буса Белояра воплощением Будды. Христиане, в том числе Эфиопии, Египта, тоже поразгласили его живым богом. То есть, он совершил путешествие в Египет, к пирамидам, где проходили ибилисианские мистерии. Это крупнейшие мистерии того периода, духовные, мировые. И духовная правительница Египта, ибилисия, приняла его своим супругом. Впоследствии она приехала с ним на Русь и стала известна как Ярославна, ее славянское ведическое имя. И вот Бус Белояра и Ярославна, они как раз были создателем Святой Руси. А до этого она была духовной правительницей Египта, проводила, как кавериси, вот эти ибилисианские мистерии, очень известные в исторической среде. То есть, она вещала перед сфинцем на пирамидах, проповеди духовного развития, обучала этому. И вот как раз в этом моменте с ней Бус встретился, и она приняла его своим божественным супругом и живым богом. И также все эзотерики Египта это поразгласили официально, причем это было. Вместе они уже путешествуют в Эфиопию, где также эзотерики, представители этой традиции, идущие в том числе по линии Соломона, признали его живым богом. И дальше это было уже в Индии, где он играл роль правителя в Викрамадите, который на практике создал продолжение вот этого Царства Божия на земле, на территории уже Индии. Что было там исторически? Было много разрозненных княжеств, которые воевали между собой. Бус Белаярви и Крамадите объединил их в единую великую империю от Бенгалии до Афганистана с помощью именно общих духовных целей. На Руси эта ведическая традиция была представлена богами, пантеон богов, как Лада-вишинь, в Индии Лакшми-вишну. Это для всех. И на духовном плане, на более высоком духовном плане на Руси это Рада-кришинь, в Индии Радха-кришна. Культ этих личностей. Также в этом пантеоне основные были, на Руси их имена были Сива и Жива, такое имя, и также Друга. А в Индии это Шива и его супруга Парвати, она же Дурга. То есть Друга на Руси, Друга в Индии. Это практически те же личности, просто под немного другими именами. То есть вот этот ведический пантеон, за счет него было реализовано царство Божьей на земле, и также с учетом учения Христа. Оно тоже гармонично туда входило. И подобная культура была реализована в Индии. Духовная культура, которая позволила объединить единую великую империю, территорию Индии и соседние государства. Это расцвет культуры духовности, которые так же, как описаны великие деяния Кришны, Рамы, Будды. Вот в этом же ряду Викрамадития. Сонца величия, который осветил просто историю цивилизации, сделал ее, можно сказать, божественной. То есть золотой век Индии. Рассвет культуры, духовности и всего. Это живая легенда. И плюс он, может быть, не особо акцентировал свою божественную роль. Он просто говорит, я правитель и так далее. Но посвященные они знали его в высоком уровне. И в эзотерических текстах, вот есть открытый текст океан сказания, а есть эзотерический текст, где описывается, где он общался с семьей Шивы, как друг и как, ну, партнер в божественных делах. То есть в Уджайне, вот его стольный град, да, там огромный был храм Махакалы, да, и также храм Кришны. Ну, Махакалы был для всех, как бы Шива, а Кришна это был для посвященных. И у него там, это был храм Кришны, и там божествок. Он лично, он когда жил в Индии, в Викрамадите, он вживую встретился с Шивой, вживую встретился с Кришной. Интересно. Да, это, вот есть сериал, может быть вы, ну, вы должны его знать, вот последний большой сериал, Викрам Абитал. А, Викрам Абитал, да, помню. Большой. Был маленький сериал раньше, там давно который, а есть вот, который сейчас недавно, последние года снятый, да, новый. И вот там есть прямо серия, где он встречается с Кришной, Кришна дает ему благословление, и дается ему свое божество, в честь которого он строит храм в Уджайне. Это прямо, ну, описывается. То есть это как раз он и есть, то есть это в буквальном смысле он был вот этим посвященным от Кришны, который был одним из последних правителей, который вот это посвящение реализовал. Это также история как Ашока, да, который потом стал как, ну, кинг Ашока, да. Тоже вот у него тоже были семь разных гуру, которые, ну, как сказать, отчемник либо там гуру. И поэтому Ашока потом стал как, ну, пропагандировать буддизм. И вот так же вот, как история Викромадита, так же история Ашока была. Да, это есть сериал. И Викромадита есть сериалы, а вот общего, вот это именно Русь, Египет. Это я тоже не знаю. Да, это тайные знания, но они реальны. Они уже сейчас, вот эти тексты, они опубликованы. В основном тот, кто их опубликует и для всех людей сделал доступными, это писатель Александр Асов. Это вот мой наставник по ведам славян. Это веды славян. Эти знания пытались сделать открытыми еще царь России Александр II. Он издал веды славян в 1881 году, в январе. И разослал, ну, несколько сотен экземпляров, и разослал всем видным гражданам империи. Но как только он это сделал, тут же появилась группа лиц, назвали себя народовольцы, и они объявили своей задачей физическую ликвидацию Александра II. Вот. А Александр II также известен как царь-освободитель. Он отменил припасное право. И он же создал банковскую систему, Сбербанк, например. И финансовую, вот эту, ФРС, Федеральную резервную систему. Это тоже основной создатель этой системы. Ну, и деньгами, которые наполнили, это тоже Александр II. То есть это великая личность. И он осознал веды славян и хотел их сделать доступным для народа. Но это оказалось очень серьезно, за этим следят. И как только он стал пытаться проявлять это уже на физическом плане, именно как смена идеологии, его физически ликвидировали. Правда, очень долго пытались ликвидировать. Это было около семи покушений. Это тоже такая прямо мистерия. Когда его всякими способами пытались убить. Там взорвать, заколоть, стрелять. И ничего не получалось. До 1 марта 1881 года, то есть вот эти все месяцы, это были вот эти попытки всевозможные. То есть когда его пытались убить, а сами остаться живыми, не получалось. А в 1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге он в карете едет, бросают бомбу в карету, она взрывается, а он из взрыва живой выходит, неубиваемый. И тогда другой террорист подошел, обнял его и взорвал себя вместе с ним. То есть жизнью пожертвовал. Когда жизнью пожертвовал, это получилось. Вот это удивительная мистерия. Но когда это произошло, эту тему закрыли. Славянскую ведическую. И она была практически закрытой тайной буквально до 90-х годов нашего времени. В 90-е годы Александр Асов, который до этого руководил отделом славянской истории в журнале «Наука и религия», это практически в советское время был единственный журнал, через который были доступны для людей религиозные знания. Вот я в свое время впервые узнал о буддизме из этого журнала. Вот учения Будды, вот этот путь срединный, и вот эти заповеди, все практики, учения о нирване. Я когда это впервые по-русски прочитал, я прямо упал в нирвану и валялся очень долгое время, вот лежал в этом состоянии нирваны. Это был один из мощных духовных опытов. Да, как бы именно вот через Будду. Хорошо, мы можем потом продавать? А, да-да-да, я сейчас завершу, я сейчас в резюме просто сделаю. То есть, да, и вот эти знания сейчас стали доступны, можно его книги посмотреть. Его книги изданы Александра Асова миллионами тиражами, они учебники в школах России и в других странах. Это серьезные авторитетные научные знания. И вот там вот все, что я сказал, это в том числе все подробно там расписано. В деталях, в исторических документах, где это можно проверить, из летописи исторических разных стран, где все это пересекается. Что это не выдумка, это реальная история, только тайная история. И сейчас она стала открытой. Вот на основе этой истории мы можем очень мощное, хотя бы для начала вот кино снять, который реально повернет. И вот есть предсказание, что около 25-го года личность, подобная Бусу Пелаяру, придет в Москву. А когда он был правил, завершилось его правление в Москве, на Руси, ему как бы он был распят на кресте, и его супруга Ярославна, она поставила памятник. Этот памятник был ритуалом, в процессе которого она воскресила, и после этого он отправился жить в Индию. И вот этот памятник, он стоит на Красной площади, возле нулевого километра, это главная святыня Руси, залог ее возрождения. Там написано его послание, вот там, когда его поставили и так далее. И Ярославна, например, сказала, этот памятник, он очень похож на Бусу Пелаяра, и он прямо тронул меня до глубины сердца. И вот есть предсказание, что примерно около 25-го года подобная личность должна появиться в Москве, на Руси, и вот она объединяет ведическую культуру Руси-Эндии и создает Золотой век. И вот в 25-м году очень бы хотелось вот эту тему как-то в кино, в средстве массовой информации осветить, показать. Пускай как версию, как гипотезу, но есть силы, которые этим следят. И вот памятник Жукову, который стоит перед, он за Жуковом стоит. Жуков его как бы охраняет, это вот одна композиция. Когда был разгар пандемии, Жуков он вот так вот всю жизнь руку держал, и он руку вот так стал держать. Как бы условное приветствие того, что Бус Белаяр скоро придет в Москву. Это реальное событие было, оно было всему миру показано. Линия Викрамадиты потом идет до Ашока, и потом рождение буддизма начинает. Да, 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 да. Он очень близкий. Буддисты считали воплощением Будды. И когда я, ну, очень много материалов с нашими гуру общался, они такие вещи сказали, которые никогда не напили. Да, да. И все эти арабы, вот, у Шива есть, да? У Шива как бы там две группы, да? Один есть как Брахман Шатринон, индийская группа, а другой как Асура. Да, понятно. И Асура, это арабские люди. Понятно. Ну, если вы... Ну, а есть еще Суры, да, божественно. И там, как же, вот эта Мекка, там тоже Шивлинга, да? Да, 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 конечно. Я знаю, да. Объясняю информацию. Поэтому вот то, что сейчас правильное такое время, вот я индийскому государству и моими коллегами, и моими коллегами предлагал Ашока, ну, снова. Но выкинул. Либо Викрамадиты. Викрамадиты, он был последний король в Индии. После этого прошло полностью разрушение. Это именно единственный экземпляр. Ну, там тоже было там кино. Но сейчас у нас историческая драма, она очень-очень нужна. Да. Ну, все смотрят. Весь Индия смотрит. Да, да. Поэтому вот я и думал, вот, то, что касается Индии России, соединенных, это Рерик. Я уже 4-5 лет тому назад, уже как начинал это, да? Потом из Крюшна. Ну, масштабный фильм. Нужно всегда нужная энергия, нужно много денег. Иначе не получится. Но Крюшна получился очень хороший материал. Классно, да. Рерик тоже смотрел. Вот некоторые киазы здесь получили. Можно эти две темы разрабатывать. И в Викрамадите это могут быть быстрые дела. Потому что Индия знает всю историю. Но какие-то аспекты, которые вы говорите, не знает. Поэтому это комбинировать и показывать. И там не только Индия. После Индии он путешествовал в Корее, Китай. Он везде основал духовные школы. Япония. В Японии это школа... Это самая... Бусидо. Бусидо. Это школа Буса Белаяра. В Викрамадите, да. Ну, он под разными именами там везде был. Но это все одна и та же личность. Я тоже не знаю. Потом он еще был в Америке. Он известен как воплощение эзотерики Америки. Его восприняли как воплощение белого змея Кицалка Атлия. Вот в своих мистериях. А после этого он в Англии. Король Артур. Это вообще бомба. То есть он практически полмира охватил. Ну, почти весь мир. То есть это сверх личность. И вот подобная личность может появиться в Москве после 1925 года. Там даже описано его имя. Предполагаемое Бус Пресень. Это по названию района Москвы Пресня. И вот он предполагается объединить эту культуру. Ведическую. Общемировую уже наследие. Лучшее во всем мире. Во всей мировой культуре. То, что создаст условия для развития Золотого века во всем мире. Всего человечества переход на космический уровень. То, чтобы человечество вошло в искорадство космической цивилизации. И осваивало космос. Вот программа и задача. И вот об этом можем снять фильм или материал любой. Реально можем это сделать. Хотя бы пускай это будет просто такая версия, история. Но она весьма реалистична. Она с опорой на реальные факты. Удивительная. По превражению человечества. То, что во время Магабарда Индия была тоже круче России. Это были частые Индии. Да. Конечно. Это все есть. Это все известно. А вот эту всеобщую объединяющую идею. Вот это бы хотелось сейчас донести до человечества. Обязательно. Потому что сейчас раскол идет человечества в Запад-Восток. На самом деле их можно здоровую часть поделить. Объединить и Запада и Востока. И договориться. Не допустить войны мировой. А наоборот выйти на этап развития космической цивилизации. Вот задача. И в этом мы должны сделать все, что можем. И всех заинтересованных предлагаем совместному участию. Хорошо. Спасибо. Мы участвуем. Да. Всей страной. Как? Это ты можешь сказать. Глобальную волну скажешь. Да. Мы привлекаем к этим программам задачи. Глобальную волну. Потому что глобальная волна ведет историческую сейчас хронологию. Как фильм о фильме. Как все это создавалось. То есть это история и уже документ. Каждый шаг будет запечатлен в этой истории. И хроники. Это хроники Акаши, друзья мои. И вы сейчас все наблюдаете, как все происходит. Да. И пару слов еще. Есть лица, да. Которые, скажем так, здоровая часть власти. И в России. И во всем мире. В частности, мы с ними работаем по линии совета. Которые данное развитие культуры весьма поддерживают. Особенно в взаимодействии с Индией и с другими странами Востока. Всего позитивного, лучшего, что было наработано тысячелетней культурой этих стран Востока. Мы стараемся использовать в современной практике. Лично я вот как участвую в этом движении, скажем так, культурного развития человечества. Это мое общество называется Общество Духовной Культуры Родолюбия. Есть в интернете. При желании посмотрите. Я там как основатель Дмитрий Родолюб. Это именно объединение ведической культуры Руси и Индии. И что на практике можно из этой культуры реализовать в современных условиях. Всех заинтересованных в таком партнерстве и взаимодействии приглашаем к участию. Все хорошо. Очень другое дело. Спасибо. Очень хорошо, что объединяемся. Стоп. Снято. Стоп. Снято. Стоп. В sociedad. Стоп.